Дорогие друзья, сегодня мы пишем под Мане. Мы пытаемся расследовать его характер мазка, характер письма. То есть, как будто бы мы стоим на этом берегу речки и пишем тот пейзаж, который перед нами. Мы взяли материалы из альбома. Я думаю, что Мане не побрезговал поступить как мы, избавиться от белого холста, поскольку очень много голубого в картине. И чтобы смачно вкладывать мелкие мазочки, которыми он взбивает холст, взбивает картину, я думаю, что он поступил практически так. Так, мы взяли голубой, немножко белил, разбелили и получили некий приятный цвет неба, который, конечно же, отражается и в воде, поэтому он более чем уместен. Сейчас мы взяли, он взял Мане, взял голубой, желтый, чуть-чуть коричневого, и попадая в эти разбелы, которые уже есть, голубые разбелы на холсте, этот цвет не становится темным, а становится таким вот... не плотным, в общем, не темным. Вот, где-то в пользу желтого, вы видите, набирает он. У нас есть вполне внятная картинка. Сейчас мы подыщем линию вот этого темного, тенистого места под деревьями, как очень выразительную, то есть, одну из, как бы, важных вех картины, тоновых вех. Вот. И уже, уже начинаем набрасывать вот эту мелкую рябь мазков. Вы видите, как стоит держать кисть. То есть, кисть лежит параллельно холсту. Ну, в руке кисть не очень, не зажата. То есть, все это достаточно легко, весело. Набрасываем, набрасываем всю эту мелочевку. Практически взбиваем картину мелким мазком. Импрессионисты тем и удобны для нас, новичков, что они взбивают картину мелким мазком, избавляя себя от необходимости тонкого рисунка. То есть, немножко лодочный мазок, видите, такой галочкой ложится на холст. То есть, не ровненький, а чуть-чуть некой лодочкой. То же самое, крупно пока, потому что нам нужно пока взбить. Крупно, а потом начнем уже мельчить, уточнять. Много-много-много вот этих прикосновений, которые создают трепет, рябь, ритмы. Отчеркнем вот этим оранжевым, освещенным солнцем. Немножко вот это вот лысое предплощадку к воде. Тоже таким же мазочечком набрасываем и облачка в небо. Видите, пока все очень приблизительно. Нет таких точных каких-то, точного рисунка. Все очень приблизительно. И, в принципе, импрессионизм это очень приблизительно. От этой рябь мазков настроение зрителя обычно волнуется. То есть не качеством рисовальщика берет импрессионист, а качеством, а ритмом в картине, трепетом мазка, как бы веселостью письма, какой-то даже несерьезностью письма, легкомысленностью. Вы видите, от того, что уже есть цвет неба, туда очень легко вписывать свежие мазки, они кладутся не сухо, а прямо вписываются в среду и появляется вот эта вот мятость, мятость, мятость. Одни цветики вписываются немножко в другие, появляется живописность отношений, что-то теплит, что-то холодит. Ну вот Мане набрасывает основные веки рисунка. То есть они еще будут уточняться. Это в пользу желтого. Кто был коричневый с синим, может быть с краснотой, такой грязненький цвет из трех цветов сложный, не грязненький, а сложный цвет из трех цветов. А это уже то же самое в пользу желтого и розового получается вот такая цветовая вкуснятина непонятного, тоже сложного цвета. Пока нам предстоит очень много вот этих зерен понакидать мазковых, конечно же, мы не очень утруждаемся над качеством мазка, видите, они немножко пока пляшут, а в дальнейшем мы будем все точнее, ровнее, выразительнее, но нам нужно спешно. Так, как будто нас, как будто бы гонят в спину. То есть в данном случае в импрессионизме вот это вот торопление письма очень уместно. Даже некоторая неточность письма, приблизительность очень уместна, потому что это дает вот тот гриш, то настроение, то легкомысленность письма и всей картины. Тоже домик поставил, но это не значит, что он не передвинет его чуть-чуть или как-то еще доуточнит. Пока это все очень приблизительно. Видите, он мастихин взял для того, чтобы побыстрее, побыстрее наметать все эти основные моменты рисунка. Немножко убрав красочку, сбрив красочку с холста, Моне, видите, укладывает лодки переднего плана. То есть все это у него перед глазами, и он перечисляет предметы, раздавая их выгодно в композиции картин. То есть вот где ему выгодно положить лодки, может лодки в его случае были где-то больше вправо или далеко влево, но он, поскольку ему это выгодно было поставить здесь, ставит их в нужное для себя место на картине. Чтобы преодолеть нижний слой, он быстренько-быстренько набрал основные пятна этих лодок. Вы видите, мастихином прорезает себе намерки на будущие мачты. То есть он торопится. Нужно поскорее-поскорее увидеть эту взбитость мелким мазком. Уж с этого момента начинается самая-самая жизнь импрессионизма. Пока еще не все перечислены цветовые пятна, много еще не перечислены, поэтому... Кстати, вот видите, сейчас некое состояние акварели у картины. То есть вы видите, что масло вполне может акварельно решать задачи. То есть обычно так выглядят набросковые акварели пейзажные. Видите, он все время пытается понавзбить мелким-мелким мазком. Даже вот так строчит, как швейная машинка. ритм мазка он создает, вы видите. То есть мазочки хоть и пляшут, но есть у них некое общее направление. В целом есть направление. Так же, как на воде, если у деревьев оно в некотором смысле по диагональке, то на воде он старался укладывать более горизонтально. То есть видите, краску он не жалеет, то есть достаточно мазисто работает. Это не сухой мазок, все время, все время краска, краска, новая краска на холст мечется. Все пятна пока очень приблизительные. Нет никакой попытки сделать точное что-то сейчас в картине. он наметывает, наметывает. На следующий день, когда работа слегка привянет, приподсохнет, он продолжит эту работу и все детали, которые надо будет уточнить, может быть, переместить какой-то предмет в сторону, все это он сделает уже по более сухой поверхности, хотя он еще будет не сухая картина, но уже более подсохшая. И можно будет цветовые пятна переставить, уточнить их, поэтому он не боится. Ему главное создать общее настроение. Ну, чтобы показать нарочитую горизонтальность воды, видите, он сейчас чуть-чуть разбивает свои эти мелкие мазки, которые пока гуляли, до более горизонтального характера. а заодно подбрасывает цветовые новости, то есть там где-то голубой появился, коричневый появился в воде, то есть вода заголубила и это выразило ее характер. Почему вода голубая? Во многом потому, что отражает цвет неба, вот, и почему голубой там довольно синий, потому что у воды есть собственная тональность, плюс вот эти отражения темные, все вместе дали синий более мощный, более выразительный. Достаточно густой краской укладывает дальник, берег второго плана. тут же где-то немножко и отражение этого берега. Видите, достаточно густые мазки, то есть фактура холста уже не сильно просматривается. Мазисто, мазисто, разнообразно, цвет вписывался один в другой. Видите, даже домик вообще из двух клякс состоит. Но, тем не менее, своей светлостью держит композицию. Вы видите, что нет слишком темных мест. То есть все мягко, легко. То есть темное, единственное сильное темное место, это под деревьями на втором плане, на кондиригу. Все остальное в неком мареве воздуха. Воздух всему придает синеватый оттенок, разбеливает все, что у нас, что в Мане хорошо выражено. Ну, вот вы видите, каким образом Мане ставит мазочечек. То есть он держит кисть параллельно холсту. Вы видите, как он взял ее в руку. И опять настрачивает уже более мелкий мазочек. Он взял более мелкую кисть и более мелким мазочком строчит новые, новые, все больше и больше взбивает поверхность холста мелким мазком. Видите, раздает стайками, не конопата. излучился так, чтобы кисть была параллельно холсту, и он как бы макает и протягивает мазок в сторону. Макнул, протянул в сторону. То есть это не просто ляпка по холсту, это все-таки мазок. То есть не просто макнул в холст, а немного протягивает в сторону. Вы распробуете это сначала медленно, а потом как только начнете преуспевать, будете делать это легко и быстро. Это несложный прием. Тут самое главное понять в целом идею вот этой взбитости мазком всей картины, правильно раздать, сделать работу в тоне, то есть в степени темности, ну и развеселить ее в цвете разумно, гармонизировать в цвете. Видите, мазочки достаточно густые, он постоянно подхватывает с палитры новую-новую густую краску и вот своим этим даже не видно, видите, даже не видно настолько быстро действует кисть, что отчасти даже толком не видно, как она касается. опять же, хочу вам сказать, что быстрость письма в импрессионизме очень уместно, пишите так, как будто вас кто-то гонит в спину, тогда у вас будет вот этот движ, не пытайтесь быть очень точными в рисунке, лучше потом уточните по-сухому, но чтобы у вас общее настроение, было веселое, цветное, жизнерадостное, ритмичное, пятикисть все время лежит параллельно холсту и в руке определенным образом наблюдайте за его рукой, чуть ровнее стали мазочки в воде, но тем не менее сохраняют этот лодочный характер. Вы видите, как он это делает, такой чирк по холсту густой краской. Еще какой-то оттенок берет и уже видите, эта мелкая кисть более точно пытается укладывать, взбивает видите мачты, то есть они у него слегка обозначены прорезью по холсту, ну и теперь он их сбивает, а они все равно немножечко видны и все равно ему предстоит это сверху положить густой мазком. Поэтому он себе пометки сделал, а теперь продолжает наращивать множество. вы видите даже уже в этом состоянии работа красивая и стоило бы только чуть-чуть сейчас добавить рисунка как на нее уже как ее можно в принципе экспонировать. То есть характер мазка настолько упрощает задачу то есть не требует детальных проработок и при этом звучит уточняет какие-то цветовые нюансы теневой то есть подбор цвета это конечно и опыт и ощущения но что хорошо в импрессионизме неточность в цвете не так катастрофично как не так катастрофично выглядит как неточность в академической живописи. поэтому многие из вас едва попробовав работать как импрессионисты очень быстро разберутся в этой в этой области это очень простая область не случайно многие импрессионисты стали ими стали художниками вдруг просто увлекшись идеями импрессионизма легкого письма легкого жанра всюду вы видите он густой мазок использует все время набрасывает 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 новую новую праску мазок этот мазок с тайками ритмичный мазок нет вы видите никакого шахматного порядка есть беспорядок этих мазков зигзаг мазков здесь ему предстоит очень много сделать таких прикосновений рябь воды а там рябь листвы и это конечно самое трудоемкое место в картине вы видите он все время подбирает какой-нибудь оттенок новый все это он видит перед глазами а мы видим на репродукции с которой работаем причем не точность не точность цвете если бы мы копировали бы с вами не точность цвете не не влечет каким-то последствиям настолько здесь в этой гуще мазков топнет все вот так же как и небо отражение неба в воде он тоже набирает мазочками мелким выбивает это мелким мазком единственное что в небе это по косой было а здесь лодочный мазок горизонтальный кисть по-прежнему лежит параллельно холсту и это принципиально если вы хотите связаться с подобными задачами не входите в холст мазком вернее кистью перпендикулярно вот эта лежачая кисть даст вам нужного нужное качество прикосновений видь какая мятая поверхность появилась колеблемая поверхность и небо поверхность колеблемая и вода колеблемая и листья колеблемая поэтому поэтому уместно вся вот эта рябь но импрессионисты пошли дальше у них колеблемая и предметы которые стоят как колеблемо впечатление от предметов уточняет 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 цвете и по-прежнему краска плотно вот опять он намечает себе основные линии лодочной архитектуры где-то где-то более плотной краской кроет намотанные паруса на накрепление эти а вот посмотрите как он кладет линию вертикальную кисть лежит по холсту он воткнул кисть в холст и потянул с краской достаточно густой краской и потянул вниз жестом руки кладет кисть на холст и тянет ее жестом руки не пытается мелким мазочком как шариковой ручкой укладывать нет положил в нужное место и протянул вниз отражение облаков тоже видите он мелким мазком их туда вдалеке светится под деревьями под темными кронами внизу светятся дома второго плана третьего уже плана которые перерублены стволами самих деревьев часто колом этих стволов хотя видите нет некого порядка нельзя это сравнить с забором это все таки такой естественный стихийный произвол и тень конечно под деревьями лежачий характер плоскости выражен упавшими горизонтальными тенями на втором плане ну вот уже начинаются некоторые уточнения вы видите как мастихином легко угол дома стал красивым старинным ровным намеки на камни на окна всюду кляксочный такой густой мазок густота мазка решает вопросы рисунка прямо запомните эту технологию удивительную которая вместо точного рисунка использует густоту мазка вы видите как он держит кисть и проводит жестом руки ровную линию то есть положил в холст протянул эти густота краски сделала мятость и мятость крыши похожей на черепицу опять же вот можно было бы сидеть и вырисовывать детали архитектуры на этих на мосту он густой краской избавляет себя от необходимости сильно детализировать потому что густая краска сама уже наполняет содержанием каменная кладка обозначается вы видите хламничек мазков просто хлам ну есть какой-то порядок у этих мазков но на самом деле просто хлам но тем не менее в контексте всей картины это все звучит есть понятие звучит не звучит у импрессионизма в силу вот этой взбитости мазков звучит все и я думаю что когда вы сами попробуете вы увидите как неопытный рисовальщик легко справляется с изображением только в силу характера мазка вы видите опять горизонтальная линия как держится кисть видите насколько неделикатно положенные проемы в стене а при этом вот сдалека прекрасно звучит видите он немножко сейчас розовиночки фелета виночки дополняет в небо оно становится богаче в цвете мерцательней как небо и есть небо на самом деле оно же не как покрашенное нечто у него действительно мерцательный характер что импрессионисты научились подмечать лучше других мазок тот же характер мазка немножко покосой как бы мазок траектория мазка диагональная но как бы уходит под линию горизонта шторочкой то есть некий вы видите даже даже вот движение такое лодочка но по диагональке то есть это создает эффект ухода в перспективу что она идет по диагонали вниз и потом заворачивается перед самым перед линией горизонта заворачивается уже в параллельную горизонту линию и ритм создан и вот эта шторочка ухода в перспективу в параллельную Репродукция, с которой вы можете увидеться и в интернете, и в альбомах, достаточно известная работа Моне, все это есть. И наблюдая за работой Моне, конечно, лучше иметь репродукцию, в руках иметь репродукцию и смотреть, и сравнивать, как именно он укладывает. Конечно, вот это жесты опытного художника. Но не настолько это сложные поступки, которые вы видели, чтобы не смыть повторить с 3-4 раза. Тоже горизонтальный характер укладки, на воде вы видите, и в отражении тоже. Буквально шпатлюет мастихином самые светлые места, уточняет, это уточнение рисунка, тут даже комментировать нечего. Парус материализовался прямо в ткань, прямо настоящая ткань, то есть это не белый цвет, вы видите, то есть это лен. Ну или уже много раз намокшая ткань. Продолжает дострачивать множество, так, чтобы оно уже было как бы запутанней, чтобы не слишком... Вот акварель это уже бы не смогла бы сделать, то есть акварель бы на этом месте уже буксовала. А масло может в силу фактур еще и еще вмазывать мазки в мазки и создавать эффект цельного пятна. Не рябового, конопатого, а цельного, испещренного всякой... Вот всем этим множеством и разноцветиям, и... Видите, и зеленые мазки, и рыжеватые, и золотистые... То есть он не остановился на том, что есть, хотя, видите, и так достаточно симпатичная картина. Он еще и еще нагнетает туда мелочочки. Ну вот уже начались уточнения рисунка. В общем-то, все самое, как бы, ценное уже в картине произошло. Сейчас будет наполняться содержанием то, что уже сделано. Вот вы видите напряженность мазка, которая появилась на переднем плане. То есть это можно было бы более жалкенький мазочечек положить. То есть не такой агрессивный. Но вот Мане выбрал именно такой путь. И вы видите, как отражения... Мачты прямо живые в этом отражении. Уже не с таким нахрапом расставляются мазки. Уже идет некоторый отбор. Зигзаги поверхности, то есть неровность местности выражена вот этими движениями. Опять же, видите, рисунок, который есть на мосту, Мане решает буквально за полминуты, за полторы минуты. То есть вместо того, чтобы вырисовывать все подробности, он дает намеки, которые прекрасно звучат в контексте трепетных мазков всей картины. Тоже, видите, взял кисть, взял красочку какую-то. Видите, даже поменял... Перевернул кисть и с другой стороны стал сдавать мазочки. То есть даже не пытается взять новую краску, практически все добивает той же кистью. Даже сама борозда уже дает... Борозда в краске уже дает ощущение забора, и совсем не обязательно было каждую отдельно рисовать. Просто понатыкал. Видите, как смешно звучит дом вблизи, но как эффектно смотрится сдалека. Крупный план показывает густоту мазка. Вы можете для себя это отмечать. Мачты, знаете, какие густые. Все... и заритмованный мазок. Ритм, ритм этих лодочных прикосновений в горизонтали. И вот это колебание воды таким образом очень красиво выражено. Облако, вы видите, вообще кляксы. Но стоит чуть-чуть отойти от картины, эти кляксы превращаются в живые облака. Подвижные. Вот характер мазка делает их подвижными. Так и кажется, что вот они сейчас начнут свое вращение в небе. Вы видите, Манэй продолжил картину не на следующий день, а спустя несколько дней. И колючую фактуру краски сбил ножом, чтобы не притыкаться о нее во время работы. То есть просто прошелся по фактурам и сбил колючие места. И ощутима разница всегда. Достаточно потрогать рукой до и после. И вы тоже можете такое попробовать. По этой поверхности приятно уже, как по бархату, проводить рукой. Поверхность как бы немножко зашкурена. Чуть-чуть раздает акценты в облаках. То есть не переписывает ни в коем случае, а только раздает некоторые акценты. Причем, видите, взял большую кисть. И так немножечко, немножечко. Усиливает макушки облаков, обращенные к свету. Видите, какая мерцательная поверхность неба, да? Она вся готова к изменениям, к вращению облаков. Видите, она не переписывает куски, а только дополняет. Там сиреневый бросил, в оранжевый. Тут где-то подохрил. Уточнил линию этого быка мостового. То есть просто уцветняет. Может, там и не было оранжевинки. Но вот ему надо, чтобы было цветней, нарядней. Чуть-чуть, видите, выражает немножечко рисуночек. То есть, что там есть какие-то архитектурные излишества. Характер мазков сейчас по-сухому. Он немножечко уточняет цвет. И потом опять размерит это все на мелкие-мелкие мазочки. Чуть-чуть себе подсказки дает цветовые. Где у него будет больше розовить. Где больше золоте. Пока это только подсказки. Дальше будут еще и мелкие мазочки. Укладывая эту краску, он укладывает по высохшей фактуре. Поэтому, вы видите, достаточно рябенько укладывается краска. Что, конечно, на руку этому общему, взбитому, мелким мазком состоянию картины. Ну и заодно, вот эта вот укладка, некоторым образом, взбивает откровенность, слишком понятность укладки мазка. То есть, даже опытный зритель может иногда не понять, а как же художник там это все уложил. Это было с первого раза сделано, или с двух раз. Вот поэтому, мы где-то, ну, художники часто маскируют свою технику. Укладывая вдруг неожиданным образом. не так, как в целом. Что я сделал Мане, вы видели. По-сухому, немножечко иное письмо. Вы видите некоторую, может быть, разницу. Там, где густая краска, там, конечно, тот же характер. Мане сейчас укладывает другие цветовые настроения, уточняет эти цветовые. Видите, он даже сейчас кисть взял уже по-другому. То есть, то, что в первом сеансе необходимо было делать одним образом, сейчас уже можно держать кисть. Но тоже она все-таки сбоку заходит. Не заходит слишком перпендикулярно. Хотя кисть держалась характером перпендикулярной укладки. Опять, видите, не боится густую краску наложить. То есть, берет с палитры мощно краску, так как будто он продолжает первый, первый сеанс. Голубой, видите, начинает укладывать такой разбел синего, может быть, это ультрамарин. Разбелы, вот эти синие разбелы, это вообще характерно для Мане. Он снабжает синькой деревья, хотя там не может быть столько синего. Но даже легкие намеки, которые он там подглядел, он их укладывает нарочито. Видите, вот синий вмешался, а синий обладает таким свойством, даль, она синяя. Толщина воздуха, она синяя. Поэтому, уложив в деревья немножко вот этих сизых мазков, фиолетовато-синих, мы получаем достаточно воздушное, получаем вот эту толщину воздуха между нами и тем вторым планом. Это дает вот именно вот этот сиреневато-синий цвет. Видите, как он его подкладывает и в макушки деревьев, и вниз, в теневую часть. Маскирует этот синий. Некоторые уточнения рисунка. Стволы, которые освещены солнцем, вышли на свет, а те, которые вот там вдалеке, те темными остались. Получается такая игра. Цветовая, тоновая. По фактурам, видите, как рыхло, творожисто ложится краска. И тоже появляются эффекты. Появляется ощущение, что там то ли трава, то ли сено высохло. Ну, здесь можно не комментировать, понятно, что произошло. Опять же, вот ему надо обязательно какой-то цвет подбросить. Видите, скучно просто желтеньким отразить. Вот там и розовенький, пожалуйста. Хотя, может, там его и не было, когда он писал. Но ему не имется. Мане, любитель цветовых изысков, и он их подбрасывает, даже если там этого нет. И правильно делает. Синий. Это уже цвет, как бы, отраженных, отраженного неба. То есть некоторые волнечки стали под углом при котором мы видим в них отражение неба. И получается такое богатство цвета. Отделяет линию надводную и подводную. Причем, вы видели, линию проводил нахальненько. не пытаясь сделать слишком ровно. Наоборот, мерцательный характер, отражения тоже мерцают. Все, все, все мерцательный характер имеет. И только некоторые акценты рисунка внятно выражены. Видите, он не боится даже перерубить стволы 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 мачты. Новую краску подложек на мачты. Ему важнее сейчас дальний план решить. какой-то архитектурный элемент, который он просто в густотой краски уложил, а вы уже догадываетесь, что там. Какая-то фигурка у берега сидит. И она же отражается. Элементы архитектурные тоже отражаются. И вот что-то такое там. Видите, наполняет цветом. Понравился ему розовый, он еще пару мазков сделал. Это такой сложный цвет. Скорее всего, здесь коричневый, синий и розовый. Может быть, слегка вразбили. Даже, скорее всего, вразбили. Делая этот замес, то в пользу одного цвета, то в пользу другого. Он получает оттенки. Я имею в виду синий, коричневый и розовый. А вниз уже пошли более зеленые, то есть туда желтый подмешивал. Белесости какие-то, как некие гребешки, пены на воде. Видите, они не чистые белые, а такие, стального немножечко цвета. Мерцательный характер у них. Видите, опять держат кисть, как и в первом сеансе. мазучки все мельче, все точнее, все аккуратнее. Некоторые колебания воды создал, да, видите, в этом месте. Хотя это отражение такое же, как, ну, может быть, вы знаете, на реке часто в одном месте больше вода колеблется, в другом бывает почти, как стекло. еще раз и еще раз возвращается к тем же местам, которые, казалось бы, уже и писать-то незачем. И так красиво, что и делают современные художники, останавливаются на достигнутом. Мане, хотя легкость письма сохраняет, но при этом наполняет вот этими изысками цветовыми. Вот. И, конечно, рождается рождается Мане. Ампрессионизм Мане. Ампрессионизм Мане. Ампрессионизм Конечно, самое недописанное место в картине это лодки и домик на том берегу. Поэтому этому месту, конечно, он уделит сейчас особое внимание. И он специально сознательно оставил это место на дописывание. Потому что общее состояние погоды, природы надо было взять в тот же день, а лодки никуда не денутся, можно дорисовать и потом. Ампрессионизм Мане. Ампрессионизм Вы видели только что Мастихином Мане срезал какую-то фактуру, которая ему досталась от первого слоя и она ему мешала, чтобы дать глянец отражения. Он ее просто срезал Мастихином. 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 Вы видите, отражение он дает более мутным, при том, что силуэты лодок угадываются, но мутненько, а значит в воде. Субтитры подогнал «Симон» Чередуя светлые и темные прикосновения, он всего лишь сейчас усложняет передний план. То есть тот наскоро набранный в первом сеансе, он усложняет дополнительными мазками, дополнительной мятостью воды, колеблемостью и даже, видите, вот цветовые какие-то дополнения делают. В данном случае бирюзовая вошла, разбил бирюзовый, вошел в картину. Хотя, опять же, с чего бы он там взялся. Но Мане даже если нечаянно подсмотрел какой-то цвет, обязательно подставит его в картину. Более сложное место – это касание отраженных деревьев и дальника с архитектурой и линии неба именно в отражении. Достаточно отвесный кусок. То же самое в небе досталось ему легко. А здесь, конечно, нужно поуточнять, потому что линия касания, она разбивается на мелкие мазки. А голубые заходят на зеленоватые, зеленоватые заходят на голубые. И вот появляется вот такой эффект отраженности, который, конечно, крайне необходим здесь на переднем плане. Вы видите, что на некоторое время Мане пожертвовал мачтами. И теперь их чуть-чуть уточняет густой краской опять, чтобы они возвышались над густотой краски дальнего плана. И таким образом вышли на передний план. Видите, он показывает, что заострив кисточку, взяв на кончик краску, взяв на кончик краску, взяв на кончик краску из благородия краски, которую можно положить, вы видели, и плашмя, толсто и тонко. Еще видите, Мане показывает трюк, как снизу вытянуть линию. Кисточка была заострена в тряпку, взята краска на самый кончик, и уже этой краской он формирует тонкие элементы. Стыкает холст. И с одного движения, вы видите, провел эту тонкую линию. Вот так. Обратите внимание, как он держал кисть. Это не сложный прием, если его чуть-чуть потренировать, получится у любого новичка. Но, конечно, это жест руки. Это не... Ну и количество краски на кистье, конечно, тоже надо определить для себя, сколько ее должно быть, чтобы этот жест оставил именно такой след. Вот такой мерцательный характер тонких линий, что и прилично вполне. В атмосфере Солнца, где эта леска то блестит, то пропадает из виду. Опять вы видите очередной трюк, как он держит кисть. Ну вот, легкая кривизна. Опять толщиной краски отнял. От плоскости воды перехладины. И теперь они внятно вышли на передний план. Кое-где бросает свет на верхнюю часть перехладины. КОНЕЦ У белых лодок, вы видите, есть теневые места, где белый превращается в сиреневый разбел. КОНЕЦ 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 Вы видите, что фактура предыдущего слоя, то есть прошлого сеанса, на руку МОНЕ. Он, раздавая густые мазки, где-то остаются у него фактуры первого слоя. И достаточно красноречиво свидетельствуют о опытности этих самых яхт, что они уже побывали, повидали в жизни. И у них появились свои неровности и в дереве, и в покрашенном... Ну, во всех этих деревянных... Есть уже свой рельеф времени. КОНЕЦ КОНЕЦ Вы видите, художник настолько вжился в технику МОНЕ, что даже нет ощущения того, что он делает это с материала, с репродукцией, а такое ощущение, что прямо с натуры и пишет. Но МОНЕ – это действительно праздник, удовольствие копировать МОНЕ. Уживаешься. КОНЕЦ Видите, как материализовалась ткань. И даже фактура предыдущего слоя, схему. МОНЕЦ 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 Ляповатые мазки на стене дома. Архитектура уточняется, и при этом... Вот каменность дома сформировалась, вы видите. То есть вот эта лепка густым мазком, чрезвычайно удобна. Вот в параметрах импрессионизма, это, конечно, если вы когда-нибудь будете пользоваться, писать импрессионизм какой-то, то, конечно, густой краской. Потому что, видите, густая краска сама решает все вопросы. Глубина проема появилась. Ну, легенькие такие уточнения. Карнизиков. Ну, буквально что-то там. Штриховательный характер мазочка, вы видите. То есть краски не так много, и штриховательно сделал такие мягкие растяжки, мутноватые растяжки. Вы видите, копиист сейчас не всматривается в каждый мазок, сделанный Мане. Он берет характер укладки краски и уже фактически творит свободную копию. Хотя максимально приближенную. Именно в силу того, что он в характер мазка вошел, характер укладки и общение с цветом, мы видим практически конечный продукт, практически идентичный первоначальному. То есть не пытайтесь каждый мазок расследовать. Расследуйте в целом. Расследуйте именно идею письма. Идею дома, идею отражения, идею укладки деревьев, идею укладки воды. Ну и так. Подсматривайте цвет, который использовал классик. Все это невозможно повторить мазок-мазок. Можно только повторить идею. Вот скажем, живопись Рафаэля, можно было бы, наверное, повторить мазок-мазок. Но живопись импрессионистов никаких шансов. Поэтому пишем, исходя из идеи укладки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что если вы сравните с репродукцией, которую может оказаться и у вас в руках, Вы скажете, да, это копия Мане. Это хорошая копия Мане. Видите, какая наполненность картины. Как наполнена, как водородным слоем наполнена, полюблена, наполнена мазком, техникой, цветом. Конечно, большое удовольствие описать Мане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok